Я буду рассказывать о моем участии в строительстве Олимпийской деревни для 2012 года в Нью-Йорке. Этот город проиграл Лондону. Я работал с голландским бюро, и нас совместно пригласили участвовать в проектировании деревни. Я хочу сейчас очень быстро рассказать вам об идее и об организации, которые предлагал нам город, и о том, какие стратегии мы использовали для проектирования. И, наконец, я кратко покажу вам и примеры проекта, в который нас пригласил участвовать мэр Лондона для лондонских Олимпийских игр. Это был проект наследия, то есть проект, который планировали построить именно для того, чтобы он остался после окончания Олимпийских игр для дальнейшего использования в городе. Я не очень хорошо помню точные даты, но, наверное, где-то лет пять назад мы работали именно над этой частью проекта. Нью-Йорк, вот здесь Манхэттен, вот здесь Нью-Джерси, река Гудзон. Город посмотрел, какие существовали уже на месте возможности для проведения игр. И одной из важнейших проблем, конечно же, была проблема такая, что любой город, который проводит Олимпийские игры, должен обладать верной инфраструктурой. И, конечно же, транспорт – это одна была из важнейших наших задач. Что предлагал город? Связь между севером и югом водным путем для того, чтобы мы могли соединить островные части, Гарлем, и вообще все по возможности объединить вместе по речной, связь по речным путям. Вот такое предложение нам подали. Нужны были высокоскоростные специальные водные суда, типа катеров и теплоходов. На самом деле там уже было несколько активно функционирующих паромов. Но, как вы знаете, Нью-Йорк вообще очень мало полагается на реку, как на транспортное средство, как на транспортную инфраструктуру. Следующая точка доступа – это существующие железнодорожные пути, которые проходят через Манхэттен под рекой Ист в Мэдисин Сквер Гарден, например, и направляются в Нью-Джерси. Вот существующее железнодорожное полотно, которое нужно было усовершенствовать при использовании новых железнодорожных систем для того, чтобы также можно было подсоединить лучшим образом город к аэропортам. Вот так проходила железнодорожная связь, как показано на слайде. Здесь были уже существующие платформы, которые город включил в План Икс, то есть здесь были наличествующие уже центры, то есть гигантский стадион, например, прекрасные луга для проведения теннисных соревнований. То есть были уже и так в инфраструктуре заложены некоторые площадки среднего и небольшого размера. Теперь в самом центре планировалось создание Олимпийской деревни. Одна из проблем, ну или требований, стояла вот в чем. Поближе, пожалуйста. Одним из требований было то, что нужно было, не затрачивая слишком большого количества времени, иметь возможность попасть во все точки. Одно из усовершенствующих заданий было соединить стадион со всеми точками доступа. И именно это, с точки зрения большинства людей, убило Олимпийское предложение. Дело в том, что стадион находился в самом центре Манхэттена. И нью-йоркцы считали, что вообще это неправильная идея изначально для города, что внутри, в центре города находится стадион. Олимпийский парк. Здесь водный центр, вот здесь, по реке Гарлем. Ну и, конечно, здесь сама Олимпийская деревня. То есть получается, что это все находится друг от друга в радиусе 10 миль. И, наверное, где-то 85-86% всех игр проходили внутри вот этих 10 милей. Идея была такая, что атлеты в минимальное количество времени, я сейчас не помню, какая это именно единица времени, по-моему, это не больше 20 минут. Так вот, атлеты должны были быть в состоянии добраться от их квартир в точке проведения тренировок и собственных мероприятий. Далее, 15% игр должны были происходить внутри вот этого радиуса 20 миль и не далее. И добираться туда надо было водным путем и любым иным путем, но для того, чтобы таким образом, чтобы атлеты не тратили более вот этих 20 минут на то, чтобы попасть в нужное место. Вот так выглядел план, который был предложен и опубликован городскими властями. Вы видите, в общем, здесь представлены самые разные игры, разные мероприятия. И в самом центре, конечно, расположена именно Олимпийская деревня. То есть Олимпийская деревня должна была стать сердцем проекта. Во-первых, публика всегда, население всегда считало, что стадион находится в центре. И поскольку он и так находился в центре города, да, это было разумно, в общем, решить, что центр Олимпийской деревни будет именно здесь. И все остальное расположить даже в Дестине, то что в 20 милях от него. Видите, вот так пролегает основной доступ от обоих аэропортов. Проходят через вот эти ворота, которые ведут прямо к Олимпийской деревне. Вот так выглядит Манхэттен сверху, в изотоптичьего полета, и вот здесь вот точка проведения игры, то есть сам Манхэттен. Как видите, здесь индустриальная площадка, где очень большие предприятия по переработке отходов. Здесь изначально велась реклама как важная точка для индустрии недвижимости. Но это, конечно же, не так, потому что жилье здесь недорогое, здесь достаточно много, ну, я бы не сказал, что заброшенных точек, но, в общем, точек, нуждающихся в большем внимании, точек, которые, скорее, действительно покинуты и, по крайней мере, сильно игнорируются. Вот вид того, что происходит через реку на другом побережье, там представлены издания ООН. То есть потенциально это очень сильная площадка. Вот нынешний вид этого пространства. Ну, может быть, некоторые изменения были уже проведены, не особенно много, поэтому вот сейчас мы имеем такой общий вид. А вот здесь показано, что было сделано для того, чтобы понять масштаб жилья, который должен быть построен. То есть это где 5 тысяч квартир для 16 тысяч атлетов. Вот так проходит основной доступ к Олимпийской деревне, к стадиону, к площади Мэдисона, к старым торговым и коммерческим точкам, известным еще с 60-х годов. Вот так выглядела модель инфраструктуры и движения в городе, которая была ключевым предложением. И вот так пролегает основная автодорога к Манхэттену. То есть эта точка была очень заметная. И наше предложение, которое исходит прямо вот из этого центра, показывает вам... Следующий вопрос. Как сделать так, чтобы Олимпийская деревня стояла на фоне линии горизонта, на фоне всего пространства, для того, чтобы не нарушать общий вид Манхэттена и вместе с тем стать символом Игорь? Продолжение следует...